Здравствуйте! Время новостей на канале ТВ8. В студии Яна Сапаненко. Я и мои коллеги расскажем о наиболее значимых событиях этого дня. Сегодня в выпуске. Еще почти тысячи подтверждено в Молдове случаев заражения коронавирусом. Между тем некоторые страны уходят в локдаун. Кое-где усиливают ограничения. Не лучше обстоят дела у соседей. Борьба после выписки из ковид-отделений не заканчивается. Многие сетут на дорогостоящую реабилитацию. Даже после успешного излечения врачи рекомендуют пациентам оксигенотерапию. А это тысячи лет на аппараты. Схватки, скорая, дорожные заторы, роды. В Кишиневе женщина разродилась прямо у ворот больницы. Как чувствует себя младенец, узнаем от фельдшера, принимавший необычные роды. Мужчину, который накануне захватил троих детей в заложнике в селе Мирены Новоаненского района, получил 30 суток предварительного ареста. Соответствующее ходатайство прокуроров удовлетворил сегодня районный суд Новых Анен. Также в Минобороны сегодня сообщили, что задержанный не был бывшим военным, как писали раньше в соцсетях. Преступник лишь проходил 12-месячную срочную службу в рядах нацармии и не являлся военнослужащим по контракту. Инцидент, напомню, произошел вчера рано утром. 24-летний мужчина запарикодировался в доме с тремя детьми и родственницей. Угрожая расправой над несовершеннолетними, он пытался убедить свою экс-супругу не давать против него показаний по уголовному делу, в котором он проходит в качестве обвиняемого. Злоумышленник, который также является отцом одного из взятых в заложники детей, закон нарушает не впервые. У него есть еще два уголовных дела за семейное насилие, а также убийство по неосторожности, совершенное в прошлом году. Кандидат в президент от партии действий «Солидарность» заявила, что ее оппонент по второму туру выборов президента подключает к своей предвыборной кампании криминальные группировки в лице Вячеслава Платона. По словам Майя Санду, глава государства в случае своей победы планирует организовать очередную кражу денег. В предвыборном штабе Дадона назвали заявление выдумками, отметив, что вопрос миллиардам стоит задавать Майя Санду. Отверг обвинение и Вячеслав Платон, пригрозив подать на нее в суд. Игорь Дадон готовит очередную кражу миллиарда с помощью освобожденного из тюрьмы Вячеслава Платона. Об этом на сегодняшнем брифинге для прессы заявила кандидат в президент от партии действий «Солидарность» Майя Санду. Игорь Дадон дал Платону зеленый свет на новое масштабное ограбление банка. Дадон замышляет кражу еще одного миллиарда долларов. По словам претендентки на кресло главы государства, после того, как Дадон проиграл в первом туре выборов, он готов просить помощи у самых одиозных бандитов взамен на их освобождение из тюрьмы или сокращение срока наказания. Эти бандиты, гуляя на свободе, идут к экономическим агентам и под дулом пистолета требуют денег на финансирование компании Игоря Дадона. Майя Санду не стала вдаваться в подробности, заявив, что это брифинг, а не пресс-конференция. В ответ пресс-секретарь Игоря Дадона, ответственная за его избирательную кампанию, охарактеризовала заявление Майя Санду как предвыборную ложь и отклонение от нормы. А недавно освобожденный из тюрьмы скандальный бизнесмен Вячеслав Платон заявил для ТВ8, что слова не соответствуют действительности и выразил намерение подать в суд. На вопрос, когда он в последний раз встречался и разговаривал с Игорем Дадоном, Платон ответил, что этого не происходило с тех пор, как он перестал быть депутатом парламента, то есть с 2010 года. Партия Действия и Солидарность потребовала удалить из теле- и радиоовещания предвыборный ролик, поддерживаемого социалистами кандидата Игоря Дадона. По словам представителя ПДС Олеси Стамати, материалы содержат клевету в отношении кандидатов президента Майя Санду. Бывшая министра юстиции Стамати заявила, что формирование намерено пожаловаться в суд на тех, кто предоставил видеоролик. В свою очередь, пресс-секретарь независимого кандидата в президенты Игоря Дадона Людмила Мунтиан назвала обвинение ПДС попыткой навязать антидемократическую цензуру. Центральная избирательная комиссия пока не высказалась по этому поводу. Это фрагмент видеоролика, который, по мнению представителей ПДС, был распространен по указанию штаба Игоря Дадона на нескольких радиостанциях и телеканалах. Член партии Действия и Солидарность, бывший министр юстиции Олеся Стамати, говорит, что неоднократно предупреждала вещателей и требовала убрать эти материалы из эфира, которые, по ее словам, содержат клеветнические высказывания. Этот ролик необходимо заменить. Контракт остается контрактом, но эти материалы противозаконны, и их необходимо заменить. В противном случае расторгнуть контракт. Как отметила в рамках пресс-конференции представитель ПДС Олеся Стамати, вещатели обязаны предоставить право на реплику. Или же все эти телеканалы и радиовещатели обязаны обнародовать информацию, которую направляет бесплатно кандидат, и предоставить право на реплику. Бывший министр юстиции Олеся Стамати заявила, что политформирование намерено пожаловаться в суд на тех, кто предоставил видеоролик. С другой стороны, секретарь Центральной избирательной комиссии Максим Лебединский отметил, что ЦИК не может высказаться по этому поводу, пока никто не подал жалобу в Центр избирком. Если мы получим такой документ, мы его рассмотрим, исходя из действующего законодательства. В настоящее время давать оценку или комментарий о том, что кто-то выступил на пресс-конференции, сделал публикацию на Фейсбуке, или же обвинил кого-то, было бы непрофессиональным и непропорциональным. Глава Генерального управления лицензирования, авторизации и мониторинга Совета по телерадиовещанию Лия Гуцу на наши телефонные звонки не ответила. Получить ее комментарий на этот счет нам не удалось. Председатель СТР Драгош Викол на наши телефонные звонки также не ответил. А пресс-секретарь, поддерживаемого социалистами независимого кандидата Игоря Дадона, заявила, что обвинения представителей ПДС являются попыткой навязать антидемократическую цензуру. Согласно Кодексу о выборах в период предвыборной кампании, все программы и материалы, которые так или иначе касаются электоральных конкурентов, должны соответствовать регламенту об освещении средствами массовой информации Республики Молдова избирательной кампании. То есть все предвыборные ролики и материалы не должны нести изображений или звуков слов и оскорблений, нарушающих честь и достоинство личности. Кроме того, эти ролики не должны содержать клевету, разжигание ненависти, подстрекательство к насилию или экстремистским действиям. Согласно регламенту об освещении избирательной кампании, вещатели могут отказаться размещать электоральную рекламу, если она противоречит законодательству. Бывший претендент на кресло главы государства Рената Усаты заявил, что ему угрожают тюремным сроком, если он не поддержит Игоря Дадона во втором туре президентских выборов. По его словам, приговор могут вынести заочно. При этом лидер нашей партии не стал говорить, от кого поступали эти угрозы. По нашему запросу, пресс-секретарь, поддерживаемого социалистами независимого кандидата, заявила, что этим вопросом должны заниматься правоохранительные органы. Мунтиан также отметила, что независимый кандидат рассчитывает на поддержку граждан, проголосовавших за Рената Усатова в первом туре голосования. Мне угрожает, что осудят меня заочно на 15 лет тюрьмы после Нового года, если я не выйду и не поддержу Игоря Дадона. Об этом сегодня лидер нашей партии заявил в ходе пресс-конференции. При этом Рената Усаты не стал говорить, от кого именно поступили угрозы. Политик добавил, что его таким образом не запугать. Но я не могу оставить сегодня у власти кулек, который будет продолжать издеваться над нашей страной. По словам Усатова, наши сограждане, проживающие в России, также подвержены запугиванию. Им якобы угрожают депортации, если они не поддержат Игоря Дадона во втором туре президентских выборов. Пресс-секретарь поддерживаемого социалистами независимого кандидата в президенты Людмила Мунтиан заявила, что эта информация не в компетенции главы государства, а в компетенции правоохранительных органов. «Мы не просим поддержки у Рената Усатова. Мы рассчитываем на поддержку граждан, проголосовавших за него в первом туре, а сейчас они могут найти себя в политической программе Игоря Дадона», добавила Мунтиан. Отвечая на вопросы журналистов о прошедших переговорах с кандидатом от ПДС Мэй Санду, лидер нашей партии заявил, что пока представители «Достоинства и правды» не предоставили плана конкретных действий в отношении распуска парламента. Однако Рената Усатый намерен уже в ближайший понедельник выступить с соответствующим юридическим проектом. В свою очередь вице-председатель ПДС Сергей Литвиненко в комментарии нашему телеканалу заявил, что информативная нота по данному вопросу будет обнародована в ближайшее время. Два дня назад оппонентка Игоря Дадона на президентских выборах Мэй Санду встретилась с лидером нашей партии Рената Усатым, который в первом туре занял третье место. Тогда Рената Усатый заявлял, что готов поддержать во втором туре кандидата от ПДС, но просит предоставить проект о распуске парламента и объявлений досрочных парламентских выборов. В Молдове число заразившихся коронавирусом превысило 80 тысяч человек. За минувшие сутки у нас выявили еще 935 случаев инфицирования, в том числе у 51 медработника. По информации Минздрава, в лабораториях страны провели 3019 тестов на COVID-19. 9 случаев оказались завезенными. В лидерах по суточному приросту Кишинев, Приднестровье и Еловены умерло за сутки 16 пациентов с коронавирусом, а выписаны тысячи человек. Активных случаев сейчас без малого 18,5 тысяч, 814 из них в тяжелом состоянии. Почти 50 миллионов человек в мире заразились коронавирусом. Число жертв новой инфекции в мире достигло 1,225 тысяч. Победили коварную болезнь свыше 34,5 миллионов. Некоторые страны погрузились в локдаун, в других объявлен комендантский час. Между тем, в России зафиксирован суточный антирекорд более 20,5 тысяч заболевших. В Украине за последние 24 часа умерло рекордное число больных COVID-19. А в Румынии подтвердили 10 260 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это тоже новый антирекорд суточного прироста заболевших. В одной из томских клиник из-за наплыва больных коронавирусом и нехватки мест в палатах пациентов держат в коридоре в сидячем положении. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как люди лежат в коридорах медучреждения, некоторые сидят на стульях. А на Алтае в подвале горбольницы в Барнауле оборудовали комнату для временного хранения тел. Как пояснили власти, к работе патологоанатомических отделений, которые проводят вскрытие умерших от коронавируса пациентов, есть особые требования с точки зрения обеспечения эпидемиологической безопасности сотрудников. Также требуется их полная изоляция от неинфекционных умерших. В Румынии с 9 ноября введут частичный карантин и комендантский час. Из-за увеличения числа зараженных коронавирусом в стране закроют школы, детей переведут на онлайн-обучение. Сотрудники госучреждений и частных предприятий по возможности будут работать удаленно. Жители обязаны носить защитные маски в общественных местах, за исключением детей младше пяти лет. Ночное передвижение по улицам теперь тоже под запретом. Ограничение поездок с 23.00 до 5 утра, поскольку именно в это время молодые люди чаще всего ездят в гости, устраивают вечеринки, выходят на улицу. Во время действия карантина запретят проводить праздничные мероприятия. Все сельскохозяйственные и продовольственные рынки, расположенные на закрытых территориях, приостановят свою деятельность. Магазины будут работать до 9 вечера. Аптеки, автозаправочные станции и предприятия, которые доставляют товары на дом, будут работать в обычном режиме, работают пока и детсады. Ограничения вводят в Румынии на 30 дней. В зависимости от эпидемиологической ситуации, власти могут продлить или отменить карантин. В Украине уровень заражения тоже остается высоким. Здесь подтвердили без малого 10 тысяч новых случаев коронавируса. Кроме этого, в соседней стране за сутки умерло рекордное число больных ковид – 146 человек. Также зарегистрировано и рекордное число выздоровевших – 10 762 человека. В Киеве оранжевый уровень тревоги. Больницы заполнены на 60%. Верховная Рада приняла законопроект об усилении ответственности за несоблюдение мер карантина. Украинская экономика не должна страдать из-за тотальной блокировки. Модель адаптации к локальному карантину работает хорошо. Проблема скорее в поведении людей. Теперь мы сосредоточимся на социальных роликах. Мы хотим больше работать с людьми, чтобы убедить их носить маски. Строгий карантин возобновляет Великобритания. С сегодняшнего дня в стране вновь начинается самоизоляция. Закрыты магазины розничной торговли, развлекательные центры и тренажерные залы, театры, музеи, салоны красоты, солярии, парикмахерские. Накануне в Лондоне протестовали противники карантинных мер. Больше сотни демонстрантов были задержаны. Франция вновь стала отправлять больных коронавирусом в Германию из-за риска переполнения реанимацией. Страна зарегистрировала рекордные 58 тысяч новых инфекций коронавируса. В то же время под коронавирусной палаты здесь перепрофилируют другие отделения. Поразившая нас вторая волна застала с уставшим персоналом, уходящим на больничный, и особенно большим количеством зараженных сотрудников. Лидером по числу подтвержденных случаев по данному университету Джонса Хопкинса в мире остаются США. Индия находится на втором месте, Бразилия на третьей позиции, Россия идет четвертой, далее следует Франция. Реабилитация излечившихся от коронавируса может занять несколько месяцев, и обойдется она в тысячу леев. Даже после успешного лечения врачи рекомендуют пациентам оксигенотерапию. И здесь без специального дорогостоящего оборудования не обойтись. Компании, которые предоставляют кислородные концентраторы в аренду, заранее составляют списки желающих получить такой аппарат. И это далеко не все. После выписки из стационара пациентам приходится оплачивать обследование у специалистов, покупать недешевые лекарства и платить за дополнительные анализы. За кислородным концентратором пришел и этот мужчина. Его тесть – врач. Он переболел коронавирусом. Два месяца провел в больнице в отделении интенсивной терапии. Несмотря на успешное лечение, теперь при небольших физических нагрузках мужчина испытывает отдышку. Поэтому врачи рекомендовали ему оксигенотерапию. Он был в тяжелом состоянии. Заразился на работе? Да, на рабочем месте. Врачи сказали, что как минимум два месяца ему придется использовать кислородный концентратор. Фирма, предоставляющая аппараты для кислородной терапии в аренду, выдала сегодня последний концентратор. До эпидемии COVID-19 в Молдове эти аппараты практически не пользовались спросом. Но теперь все 100 концентраторов были распределены переболевшим коронавирусом пациентам. В один день могут быть пять, в другой просят для 30 пациентов. Нам звонят, мы не справляемся. Даже производитель аппаратов из США не справляется. Они не успевают производить столько концентраторов. Во всех странах большой спрос. В США, в Европе. Компания составила список пациентов, нуждающихся в кислородных концентраторах. Выдают аппараты в порядке очереди. Все сейчас задействованы. Мы получили еще несколько концентраторов. Десять человек дожидаются, когда дойдет очередь. Многие арендуют концентраторы, находясь в стационаре, поскольку во многих больницах аппаратов не хватает. Стоит аренда порядка тысячи леев в месяц. Никто ничего не говорит. Они рады, что можно добыть такой аппарат. Помимо стоимости аренды кислородного концентратора, пациентам приходится покупать дорогостоящие лекарства. Пенсионеры получают по тысячи две леев. Это мизерная пенсия. Они вынуждены покупать лекарства. Одно наименование антибиотиков мы выдаем на дом. Лечение очень дорогое. Во сколько обходится? Для одного пациента может быть и пять-шесть тысяч леев. Я вам говорю так, как есть. В эту сумму не входит стоимость дополнительных обследований у специалистов и лабораторных анализов. Компьютерная томография является обязательной для заразившихся коронавирусом. Стоит такое обследование больше тысячи леев. Каждому второму пациенту после лечения в стационаре прописывают томографию, чтобы обследовать состояние легких. Таких пациентов много. Да, у большинства развивается синдром матового стекла. Никто не может сказать, сколько времени уйдет на полное восстановление после коварной респираторной инфекции. Согласно последним международным исследованиям, у 87% переболевших ковидом развиваются серьезные осложнения даже после отрицательного теста на коронавирус. Это новое заболевание. Еще нет стольких обследований, чтобы мы могли понять, сколько займет полное восстановление. Около полугода покажет только время. Пациенты, переболевшие коронавирусом, чаще всего жалуются на общую слабость, повышенную утомляемость, отек конечностей, неврологические расстройства, боли в мышцах и суставах, а также головокружение. Заболевание может серьезно сказаться на состоянии легких и почек. В США после подсчета голосов в Пенсильвании, в одном из штатов, которые решают судьбу президентства, по числу голосов лидирует кандидат от демократов Джо Байден. Лидирует он и в Джорджии, где еще вчера уступал своему оппоненту от республиканцев Дональду Трампу. Однако глава избирательной комиссии штата заявил, что здесь намерены пересчитать голоса из-за равного количества набранных голосов. В Аризоне тоже лидирует Байден. В Неваде разрыв немного вырос в пользу него же. Между тем, накануне Дональд Трамп заявил о давлении на избирателей с помощью поддельных опросов. Мешались СМИ. Несколько американских телеканалов прервали трансляцию выступления президента США Дональда Трампа вечером 5 ноября. Решение в редакциях приняли, дабы не распространять непроверенную информацию. Баллотирующийся на второй президентский срок глава Белого дома раскритиковал накануне социологов и газеты за ошибочные оценки и возможное давление на избирателей. Если посчитать количество законных голосов, то я легко выигрываю. Если вы подсчитаете незаконные голоса, вы увидите, что они пытаются украсть наши выборы. В момент, когда президент говорил, что его победа возможна в том случае, если считать все легальные голоса, а также, что он одержал впечатляющую победу в некоторых штатах, несколько телеканалов решили прервать речь Трампа. Мы уже выиграли в нескольких ключевых штатах, таких как Флорида, Огайо, Индиана. Что ж, мы снова находимся в необычной ситуации, не только перебиваем президента Соединенных Штатов, но и исправляем президента Соединенных Штатов. По словам журналистов, им неизвестно о фальсификациях и о победе Трампа, и президент допустил несколько утверждений, которые откровенно не соответствуют действительности. Это неправда. Законно отданные голоса не показывают, что это было мошенничество. О заявлениях Трампа относительно фальсификации выборов высказались и республиканцы. Это проблема, когда президент без доказательств говорит о фальсификации голосования. Если это действительно произойдет, поверьте, мошенничество будет обнаружено. Появятся люди, которые поймут, что на самом деле они не голосовали. Итоги президентской гонки в США по-прежнему не определены. Не завершен подсчет в целом ряде штатов. Суды в двух значимых штатах, Мичигане и Джорджии, отклонили иски предвыборного штаба Трампа о приостановке подсчета голосов. В штабе республиканцы заявляли о нарушениях и требовали позволить наблюдателям подойти ближе к столам, где идет подсчет. Это требование избирательной комиссии удовлетворили. Практически никогда не знают, что ждет их на следующем вызове. Поэтому адреналин работников скорой помощи всегда на высоте и каждый день приносит совершенно уникальный опыт. Таким выдался и вторник, когда одна женщина разродилась прямо вне от ложки. Дежурившей в тот день фельдшеру пришлось совладать с эмоциями и действовать решительно и как можно скорее. Все потому, что уже у ворот больницы стало ясно, медлить нельзя жизнь малыша в опасности. Впрочем, это история со счастливым финалом. Подробности расскажем далее. Центр Нос-Утёб-Дышун-Урисептия Отсюда Анна Лупашко отправилась во вторник в полдень на вызов. Ехать предстояло к 38-летней беременной, у которой уже начались схватки. Однако никто и не предполагал, что будет дальше. Скорая приехала за 10 минут. Женщина была уверена, что они благополучно доберутся до больницы. Температура, пульс, всё было в порядке. Каждые 5 минут у неё были схватки. Давление было в норме, роды ещё не наступили. По дороге схватки усилились, однако не от ложка очутилась в пробке. Если бы все участники дорожного движения знали, что происходит сейчас у них, считает фельдшер, то непременно уступили бы дорогу. Виадук был заполнен машинами, нам пришлось сбавить скорость. Однако ребёнок так стремился появиться на свет, что в бригаде скорой помощи пришлось остановиться прямо у ворот медучреждения, куда везли роженицу. Здесь началось самое сложное. Пуповина обвила шею малыша и возникла опасность удушья. Но благодаря оперативным действиям медперсонала, младенец, а точнее девочка, родилась совершенно здоровой. Ребёнок весил около двух килограмм розового цвета. Раздался и первый крик. Мать и новорождённую малышку госпитализировали в первую горбольницу для дальнейшего ухода, а бригада скорой помощи без перерыва отправилась на следующий вызов. Для оказания помощи в таких случаях медицинские работники проходят тщательную подготовку. Для всех сотрудников предусмотрены спецкурсы повышения квалификации. Они получают квалификационные категории по всем направлениям. И в травматологии, и в кардиологии, и в педиатрии. Абсолютно во всех. Впрочем, говорит фельдшер, иногда медицинских знаний недостаточно. Особенно в ситуациях, когда будущие матери обращаются слишком поздно или решают рожать дома, что может представлять реальную опасность для плода. По словам Анны, хотя это первый раз, когда она принимала роды в машине скорой помощи, ранее неоднократно была свидетельницей домашних родов. Один случай, признаётся, никогда не забудет. Мать находилась в ванной. Ребёнок получил небольшую травму. Было сложно вынести её из ванной на носилках. Женщина говорит, что домашние роды у нас не редкость. Дважды в месяц она точно бывает на подобных вызовах. Такой была пятница, 6 ноября. Мне осталось напомнить, если вы стали очевидцем какого-либо события, обнаружили важную информацию, или же у вас есть интересные видео и фото, присылайте всё в редакцию нашего телеканала. Не забывайте об опасности распространения коронавирусной инфекции. Не пренебрегайте нормами вегиены и берегите себя и тех, кто вам дорог. Отличных вам выходных и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова